шишечки из нижнего ряда аэропорт в этом узоре 4 петли вот набрала 10 для того чтобы у нас все пошло быстрее хитрость заключается еще в том что лицевые лицевой ряд мы вяжем за заднюю стенку а изнаночной за переднюю но поскольку мы начали просто вяжем пока столбики то есть первый ряд это обычные столбики без накида а вот второй изнаночный ряд будем вязать за переднюю стенку петли только вот за переднюю стеночку также столбики без накида но строго за переднюю стенку так начинаем собственно шишечки делаем петлю подъема накид и теперь на ряд ниже вот у нас тут есть стеночка петли под нее вот так вот входим и провязываем две петли опять делаем накид 2 петли провязываем и так вяжем 4 недовязанных столбика с одним накидом на крючке у нас получается 5 петель провязываем все вместе и дальше мы вяжем за задние стенки петель то есть вот одну петлю пропускаем и вот за заднюю стеночку вяжем столбики без накида 3 штучки мы вяжем между шишечками за задние стеночки здесь опять будем вязать шишечку делаем накид зацепляем вот переднюю стенку петли на ряд ниже вяжем 4 недовязанных столбика с одним накидом 5 петель провязываем вместе вяжем 3 столбика вот одну петелечку мы пропускаем вот эту вот и вяжем за задние стенки 3 столбика без накида 1 2 3 и опять делаем шишечку точно так же раз 2 здесь вот по 2 петелечки аккуратненько провязываем получаем 5 и последние тоже вот за заднюю стеночку столбик без накида воздушную петлю и изнаночные ряды мы вяжем все столбики за передние петли независимо от того шишечка там или промежуток за переднюю стенку петли в следующем ряду мы также вяжем шишечки но вяжем их шахматном порядке то есть сначала вяжем 3 столбика без накида за задние стенки а теперь вяжем шишечку здесь уже понятно что вот она вот нужная нам стеночка здесь вяжем шишечку вот нужно и вяжем шишечку так же смотрим вот пропускаем одну петелечку где у нас было шишечка вяжем 3 столбика без накида и вот таким образом вяжем дальше у меня есть такой образец из таких шишечек вот они в общем то видно что они объемные ну изнанка конечно не красивая но в общем то плотная плотный вот такой узорчик можно использовать ну в общем то в очень разных ситуациях то есть и для шапочек он подойдет и для каких-то жакетиков может быть там как отделка на рукава там на воротник и